Почти 2 миллиона инфицированных и тысячи летальных исходов. В Украине с каждым годом статистика по гепатиту С растет. Это и неудивительно. Наша страна входит в число стран с самым высоким риском заболевания и уже давно занимает лидирующие позиции в Европе по темпам распространения этой инфекции. Но самое страшное, что 85% случаев больные даже не предполагают, что являются носителем вируса и узнают уже на хронической стадии. К сожалению, это такое заболевание, о котором многие пациенты узнают совершенно случайно при обследовании или в том случае, если они начинают себя неважно чувствовать. Как правило, это бывает при случайном обследовании. Пациент узнает, что у него вирусный гепатит С. Первые симптомы заболевания большинство даже и не замечает. Постоянная слабость и утомляемость должны послужить для вас сигналом, что пора обратиться к врачу и пройти обследование. Лучше диагностировать болезнь на начальной стадии, а не ждать, когда она станет острой. У пациента появляется потемнение мочи, жалобы, тошнота, может быть, рвота. Иногда бывает температура в самом начале, но это бывает не так часто. Потемнение мочи, пожелтели склеры и пожелтела кожа, то есть появляется желтуха. Всего существует пять видов гепатита А, Б, С, Д и Е. Все они поражают печень, но именно С считается самым опасным. Против него на сегодняшний день нет вакцины. А если его запустить, то это приведет к циррозу и даже раку печени. Профилактика гепатита С – это инфекция, которая передается только через кровь или половым путем. Вакцины, к сожалению, в мире не существует. Поэтому профилактика этого заболевания – это личная профилактика каждого человека. Так что совет врачей только один – хотите быть здоровы? Будьте осторожны.